Добро пожаловать в нашу виртуальную кофейню. Но перед тем, как войти и присоединиться на чашечку кофе, спросите себя, а готовы ли вы, чтобы у вас отобрали костыль? Костыль ваших оправданий. Здравствуйте! Я рада, что вы решили смотреть дальше. Есть один вопрос, на который одновременно очень сложно и очень просто ответить. Вопрос следующий — как простить своих родителей? Как простить свою маму? Как простить своего отца? Короткий ответ — просто простить. У всех были разные семьи, отношения были абсолютно разные. Кто-то не может простить своих родителей, потому что они не научили его быть изобильным и зарабатывать много денег, стеснялись денег и не смогли встать на ноги вовремя спохватиться в девяностые годы. Кто-то не может простить своих родителей, потому что они больше времени уделяли братику или сестренке. Кто-то не может простить родителей, потому что они их избивали и всячески издевались как физически, так и морально. У нас у всех есть причины в чем-то обвинить родителей или быть недовольными или обижаться. Но пока мы держимся за эти причины, пока мы обижаемся, мы не взрослеем. Мы не взрослеем. Мы остаемся в позиции этого несчастного, обиженного, обездольного ребенка. Еще раз скажу, у вас может быть достаточно причин быть обиженными, у вас может быть более чем достаточно причин считать, что с вами поступали несправедливо, плохо и непозволительно. Поэтому никто сегодня никого не обвиняет. Но мы возвращаем себя к своим целям жизни. Ваша цель какова? Если ваша цель в жизни позволит себе благополучие, если ваша цель в жизни позволит себе благополучные отношения, счастливые отношения, здоровье, изобилие, комфортное, по сути, нахождение в этом физическом мире, то мой вам совет — простите своих родителей. И нередко я слышу такую фразу «я не могу простить». Вот я хочу, но не могу. Начнем с самого важного, с азов. Первое наше правило, когда мы говорим «я не могу простить мать или отца», мы все-таки будем это говорить более точно. Мы будем говорить «я не хочу простить отца или мать». И кто-то сейчас скажет «но это ведь не так, я хочу, я работаю, я хожу к психологу, я читаю книги, я даже дышу, чтобы продышать свои блоки и травмы». У всех, как говорится, свои способы работают с этим вопросом. И все-таки «не могу, живет на улице, не хочу». Дело в том, что когда вы даете себе отчет, что сейчас, на данном этапе, в данный период вашей жизни, на данном уровне вашей осознанности и эмоциональной зрелости вы не хотите простить своих родителей, это будет правильно. Это будет давать вам в руки ответственность и ключи от этой ситуации. Пока человек говорит «я не могу», он нередко лишает себя силы это изменить прямо сейчас. Когда человек говорит «я не хочу», что происходит? В этот момент он понимает, что прямо сейчас он может решить по-другому. Прямо сейчас он может решить, что он, как минимум, хочет постараться. В одной из наших бесед здесь, в кофейне, мы с вами говорили о психотерапии и о том, что человек нередко использует психотерапию как обезболивающее, то есть он объясняет себе, почему у меня что-то не получается, почему я так себя веду, почему я обижен, почему что-то для меня сегодня недоступно или сложно. И нередко человек из года в год через всю психотерапию тащит с собой идею того, что я не могу простить своих родителей или я на них обижен, или они что-то сделали не так. Так вот, пора взрослеть. И вне зависимости от того, насколько была у вас травмирующая, болезненная ситуация в детстве с вашими родителями, вне зависимости от того, насколько они, как говорится, наломали дров, воспитывая вас, если вы хотите себя освободить, если вы хотите повзрослеть, если вы хотите стать зрелой личностью, примите решение простить. Что это значит на практике? Вы можете прямо сейчас поднять трубку и позвонить и сказать что-то доброе. Вы можете прямо сейчас или в ближайшие дни, в ближайшие часы сделать что-то хорошее для родителей. Вы можете хоть как-то показать, что вы зрелый взрослый человек. Как мы можем понять, что мы простили человека или простить. Начинать вести себя так, как будто мы уже простили. Не скупиться. То есть человек обиженный, он что делает? Он закрывается, он становится таким эмоционально жадным. А вы можете, даже когда не хочется, даже когда страшно, потому что не все родители умеют принять ту самую любовь, заботу, внимание и так далее. Внутри себя, взрослея — это тоже ваше решение — вы делаете шаг, чтобы показать вашим родителям, что вы о них заботитесь, что вы их любите. И сделать это в том числе для себя, чтобы себе показать, что вы сильный и взрослый человек, вы уже не ребенок. И вы теперь сами определяете, как вы будете относиться к своим родителям. Но очень важный момент, крайне важен. Вы не можете простить родителей и выстроить с ними взрослые, здоровые, теплые отношения, пока вы не выстроили свои личные границы. То есть пока вы сами не повзрослели, пока вы сами не решили, что вы теперь будете опираться на свое мнение. Если человек хочет просить свою мать или отца и в то же время позволяет им пренебрежительно говорить о себе, о своей жизни, о людях в своей жизни, обесценивать то, что он делает или решение, которое он принимает, подвергать сомнению, критике, то невозможно простить этого человека, невозможно построить с ним взрослые отношения. Так вот, важная, как говорится, часть вашего прощения — это то, что вы теперь будете опираться на свое мнение о себе, вы будете теперь понимать, когда вам приятно, когда вам неприятно, и понимать, что у вас есть право остановить человека, который делает вам неприятно. Итак, если вы хотите просить своих родителей, будьте готовы иметь свои границы, их отстаивать. Опять же, твердо, но все-таки, я думаю, с уважением к своему родителю. И следующее — начинайте действовать, начинайте отдавать, начинайте вести себя как взрослый человек, начинайте вести себя так, как будто вы уже их простили, и тогда вы простите. Позвоните, постарайтесь, помогите, но при этом не позволяйте вам манипулировать, не позволяйте вас обижать, не позволяйте навешивать на вас чувство вины, стыда и все то, что вы, возможно, долгие годы пытались себя сбросить. Но простите родителей обязательно. Нужно. Это нужно прежде всего вам. Это сильно изменит вашу жизнь, это сильно изменит ваши перспективы, как в финансовом плане, так и перспективы в вашей личной жизни. Это изменит ваше самоощущение, как женщина или как мужчина, в зависимости от того, кто сейчас смотрит это видео. Это крайне-крайне важно. Поэтому, опять же, право за вами. И с этого момента, когда вы говорите «я не могу простить», поправьте себя и скажите «я не хочу простить». «Сейчас я не хочу простить». Это ни хорошо, ни плохо. Так есть. Но, возможно, вы примете новое решение, возьмете трубку и позвоните, напишите смс, сделайте что-то приятное, как-то по-другому покажете свою любовь. Но не потому, что от вас требуют, не потому, что вы хотите быть хорошей дочкой или сыном, не потому, что иначе в вас загрязет чувство вины, а потому, что вы, взрослый человек, вы это делаете из своего чувства. Возможно, благодарности, возможно, принятия, возможно, заботы из какого-то другого важного, зрелого чувства. Но это ваш выбор. И вы можете простить родителей прямо сейчас. И, возможно, завтра вам покажется, что вы их не простили, и завтра вы снова примете это решение их простить. И так, как мы выяснили, простить — это не всегда единоразовое действие. И вы снова и снова можете оказываться в ситуациях и замечать за собой, что вы обижаетесь, что вы обвиняете, что вы перекладываете ответственность, что вы что-то ожидаете, и вам обидно от того, что ваши ожидания не оправдываются. В этот самый момент взрослете и понимаете, что, возможно, уже пришло ваше время отдавать и заботиться. И, возможно, даже больше заботиться, чем заботились о вас. И это прекрасно. Это означает, что вы сделали шаг вперед. С чем я вас поздравляю? А теперь пришло время работы с собой. И кому-то сейчас будет довольно страшно и неловко это сделать, и тем не менее, если вы хотите перемен, ответьте сейчас честно. Хотите ли вы простить своих родителей? А если да, опять же, ответом может быть и нет, и это тоже нормально. Но если да, что вы сейчас можете сделать, чтобы помочь себе повзрослеть, чтобы помочь себе проявить тепло, благодарность, заботу о своих родителях. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!